Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, замечательный наш президиум! И тема моя «Дон Кихоства. Как продуманная позиция в творчестве и государственной деятельности» Гаврила Романовича Державина попытаюсь доказать. Уже четыре столетия рыцарь печального образа остается важнейшей фигурой для всей европейской культуры. Литературоведы определили книгу Сервантеса, выдержавшую более трех тысяч изданий на десятках языках мира, как трагикомический пародийный роман. Хосе Луис Борхес писал в притче о Сервантесе и Дон Кихоте. Побежденный реальностью и Испании, Дон Кихот скончался в родной деревушке в 1614. Ненадолго пережил его и Мигель де Сервантес. Для обоих, сновица его сна, вся суть сюжета была в противопоставлении двух миров – вымышленного мира рыцарских романов и повседневного заурядного мира XVII столетия. Они не подозревали, что века сгладят в итоге это различие, не подозревали, что и Ла-Манча, и Мантьель, и тощая фигура странствующего рыцаря станут для будущих поколений такой же поэзией, как плавание Синбада или безмерные пространства Ориоста, ибо литература начинается мифом и заканчивается им. Конец цитаты. Еще до 1917 года в России было сделано около 86 версий и пересказов книги о Дон Кихоте. Многовековой интерес русских читателей к великой книге Сервантеса философы объясняют реальным сходством между русским и испанским национальным характером, связанным с пограничностью каждых из этих культур и многовековыми их контактами с испанским миром. Испания на юго-западе Европы граничит с Африкой, Россия на востоке с Азией. Напряженные духовные искания, восприятие и осмысление представления о родной земле и ее месте в мировой культуре приводили к осознанию мессианской роли и у испанцев, и у русских. Впервые в России о Дон Кихоте узнали в XVII столетии. В личной библиотеке петровского генерала Патрика Гордона бережно хранилось одно из английских изданий Великой книги Сервантеса. До наших дней дошел исторический анекдот. Молодой Петр I, увидев в Голландии множество ветряных мельниц, расхохотался. То-то бы для Дон Кишотов было здесь работы. В эпоху просвещения в рыцаре печального образа видели человека, пытающегося исправить мир с помощью изначально ущербных средств. Но уже и у Филдинга в книге «Дон Кихот» в Англии в 1734 году странствующий рыцарь, сохраняя смехотворные стороны, воспринимался как заслуживающий сочувствия персонажа. Под его влиянием в английской литературе возник образ чудака у Филдинга, Стерлна, Смолота, Голдсмита, позже, в XIX веке, у Диккенса. Выражение «бороться с ветряными мельницами» и глагол «дон Кишотствовать» появляются в XVIII столетии в словаре русского языка. Первым в 464-страничном лингвистическом трактате «Разговор о брафографии» в 1747 году, напечатанном в академической типографии за счет автора, но погибшим почти целиком из-за пожара на квартире писателя и восстановленном им, упомянут Дон Кихот и Санчо Панца Василием Тредяковским, читавшим роман по-французски. Беседы рыцаря и его стременного, по мнению поэта, могут стать образцом натурального разговора. В 1769 году появился первый русский перевод романа, выполненный неизвестным переводчиком с французского издания «История о славном ламанском рыцаре Дон Кишоте». В XVIII столетии к книге великого испанца обратился Европейский театр. Оперы на сюжет о Дон Кихоте писали Рестори, Пучини, Сальери. В русской литературе мотивы, связанные с образом Дон Кихота, начинают звучать в произведениях Радищева и Карамзина. Сама позиция Дон Кихота была близка державину, ведь, по мнению писателя-классициста, цель человеческой деятельности лежит в стремлении к идеалу. Окружающая реальность не соответствует ему и должна быть преображена в нужном для писателя направлении. Поэтому и героями произведений классицистов могли быть не рядовые люди, а те, в чьих деяниях это стремление к идеалу проявилось наиболее ярко, то есть, в первую очередь, властители-цари. Такой поэт и изобразил императрицу в знаменитой «Оде Фелица» 1782 года. «Не слишком любишь маскарады, а в клоп не ступишь и ногой, храня обычаи, обряды, не донкишотствуешь собой, коня парнаска не седлаешь, к духам собрания не въезжаешь, не ходишь с трона на восток, но кротости, ходя стезею, благотворяющей душою, полезных день проводишь ток». Поэт любил образовывать неологизмы от популярных в светском обществе глаголов. Так в стихотворении «Кружка» 1777 года читаем «Французить нам пристать пора». У царствующей Екатерины II образ Дон Кихота вызывал совсем другие ассоциации. По мотивам романа Сервантеса «Спустя семь лет после Державинской оды» в 1789 году она пишет комическую оперу «Сказка о горе-богатыре Косометовиче», в которой ее герой лишен благородных устремлений рыцаря печального образа. Императрица высмеивает поход шведских войск против России в 1788 году, вознамерившихся захватить острова Финского залива. Герой сказки «Горе-богатырь» – карикатура на шведского короля Густава III. Комический эффект в несоответствии желания героя казаться богатырем и истинным его положением. «Горе-богатырь» не способен сплавиться с настоящим конем, поднять меч к ладине с двенадцатипудовой палицу. Для легкости ему делают латы из картонной бумаги, выкрасив ее железным цветом. Вместо богатырского кодя – косую пушистую шапочку. Вместо богатырского шлема – косую пушистую шапочку из хлопчатой бумаги с журавлиными перьями. Нелепым и смешным выглядит его поход с целью завладеть океаном морем и помрачить славу богатырей до сего бывших. Случившиеся лже-богатырем, по мнению Ексерины II, – иллюстрация к известной народной пословице. «Полетела синица море зажигать, море не зажгла, а шуму наделала». Но совсем иначе к Дон Кихоту относился сын Екатерины II, будущий император Павел I. Он приказал развесить по стенам так называемой «малиновой гостиной», переехавшей впоследствии в Гатчинский дворец, гобелены с изображением сцены с Дон Кихота, выполненной в 1770-х годах на парижской мануфактуре и подаренные Павлу, Людовиком XVI и Марией Антуанетой. Мы не можем с уверенностью утверждать, что на написании «Одых Фелиции» Державин читал книгу Сервантеса, но он общался с Александром Васильевичем Суворовым, который очень хорошо ее знал и, судя по всему, нередко использовал слово «донкишотство» в беседах с поэтом. Гаврил Романович вместе с Александром Васильевичем в 1774-1775 годах боролся с крестьянским восстанием и занимался поимкой злодея Емельяна Пугачева. Свидетельство тому, что великий полководец действительно использовал в своей речи образ Дона Кихота, находим в его письмах. Так, обижаясь на непризнание своих заслуг, Суворов писал, «Подобно, как сей мальчик на полном побеге обещает меня расстрелять, ежели я не побежду, из-за его геройства получает то и то, а мне недоброго слова, как за гирсов вместо первого класса по статусу, всюду стреляют мои победы». Подобно Дон Кишотским. Державин в знаменитый «Одих Фелиции», посвященный Екатерине II, вводит это новое для многих понятие. Дон Кишотствует. В придуманном державином глаголе неологизме не было отрицательного привкуса. Для него иронично списанный со средневековых рыцарей образ Дон Кихота стал олицетворением наивного добра, справедливости и подвига во имя любви и веры. Писатель побывал, как и испанский коллега Сервантес, столетием раньше, и солдатом, и сотрудником городской администрации, хотя и на более высоких должностях губернатором, сенатором, министром юстиции. Сервантес, как и Державин, уйдя с военной службы, работал сборщиком налогов, королевским провианским комиссаром, объезжая на муле, изнемогающую от наступившей бедности страну, а в результате оклеветанный попал в королевскую долговую тюрьму в Каста-дель-Рио. О губернаторстве на острове, пожалованном ему Дон Кихоте, мечтал Санчо Панса. Державин не мог не сочувствовать позиции Мигеля де Сервантеса, а ведро сформулированный в романе хитроуны Идальго Дон Кихот-Ламаньский. Свобода – величайший из всех благ, какие небо даровало людям. Чем еще был особенно близок Дон Кихот Державину? В сознании писателя, как считают ученые, сочетается оригинальная лирическая философия и учение о преобразовании мира на справедливых, антологических началах, в основаниях которых лежит христианское учение. При этом Державин, превыше всего, как и герой Сервантеса, ставил военный героизм во имя великой цели. «Слава тех не умирает, кто за Отечество умрет», напишет поэт о героях Измаила. Гаврил Романович был деликатен в вопросах веры, не забывая о своих татарских корнях, подписываясь Мурза. «Магомед, это ты потряс!» воскликнул поэт после победы над Блистательной портой. «Непростое противостояние христианца-мусульманства остро ощущал Сервантес в битве с турками, получивший тяжелое ранение, после которого навсегда левая рука повисла плетью. Пять лет писатель провел в плену в Дженине, в столице алжирских пиратов. В Великом романе 179 раз встречается слово «христианин» и 24 раза «католик». О вере много писал и размышлял Гаврил Романович Державин, автор «Оды Бог», как сегодня нам напомнил в своем замечательном выступлении митрополит Феофан. «С отчаянным упорством Дон Кихота может сравниться невероятное упорство Державина в должности губернатора или министра, страстно боровшегося за правду. В письме генерал-губернатору поэт указывал на слабость судебной власти в Ланецкой губернии, отмечая, что чаще обвинительные приговоры выносятся людям в малых чинах. Напротив, большие чины оправдываются. В Тамбове он обнаруживал чиновничью круговую поруку в ведении уголовных и гражданских дел. Стал бороться со злоупотреблениями помещикам. Знаменитое Дуловское дело о трех побитых мальчишках и одном посаженном на цепь – провианское дело. В Тамбове Державин показал себя максималистым государственником, резкими выпадами задевал интересы благородного сословия, не говоря о купцах. Тамбовское дворянство побаивалось губернатора, который нисколько не прислушался к местным помещикам, гнул свою линию без маневров, утверждают историки. Чем не Дон Кихот в русской провинции? Современники отмечали в характере Державина, не искавшего на высоких постах собственной выгоды, как это часто случалось, и в то, и в наше время глупую горячность, черту, присущую Дон Кихоту. Как и Дон Кихот, воюющий с ветряными мельницами, Державин, по мнению Тамбовчан, увлекался второстепенными разоблачениями, укращая помещиков и мелких столначальников мздоимцев, и эта напряженная деятельность забирала у губернатора все силы, его называли за глаза правовед-идеалист. Если Дон Кихот готов был сражаться с разбойниками, защищая слабых, мира сего, то Державин видел, как изменилось социальное зло, социальное лицо зла и разбоя, укрывшись судейской мантией. Пристрастный суд разбоя злее, судьи – враги, где спит закон. В записках поэта встречаем пассажи, казалось бы, сорвавшийся с уст рыцаря печального образа. Будучи в высоких достоинствах, не смог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот. Результатом трехлетней деятельности поэта на посту губернатора Тамбова стала следующая оценка, также заставляющая вспомнить Дон Кихота – «горяч, крут, но честный человек». Сегодня, спустя столетия, Державина нередко называют образцовым чиновником. Занимая высокий пост, поэт и государственный деятель своим поведением утверждал своеобразный кодекс чиновника на все времена. И в 1810 году им был составлен своеобразный кодекс профессиональной этики государственного служащего – рассуждение о достоинстве государственного человека. В нем Гаврил Романович показал образ идеального чиновника. Государственный служащий должен быть более других сограждан движим и руководствован всею благородную страстью, то есть любовью к отечеству. Он должен ею жить, вливать ее в своих подчиненных и быть примером в ней всему государству. Отношение Державина к Екатерине II, которую он какое-то время явно идеализировал, можно сравнить с поклонением Дон Кихота до Синей Тобоской. Тем более, что поэт изображает идеальную правительницу под легендарным именем Фелиции. «Я добродетели царевны противопоставил своим глупостям», пишет он в письме. Известна неистовая любовь Дон Кихота к книгам, к рыцарским романам. Заядлым книжником оставался даже на губернаторском посту в Тамбове и Державин, устроивший в этом городе типографию, издававшую книги про известных героев, граф Вальмонт или «Заблуждение рассудка», истории короля Генриха Великого. При типографии открыли книжную лавку, при лавке – публичную библиотеку, первую в Тамбове, в которой можно было взять книгу за небольшую плату. Отметим, что в героических операх Державина «Грозный» или «Покорение Казани», «Добрыня», «Пожарский», «Евпроксия», «Темный», которых он написал немного, серьезно трансформировав, как считает исследователь Роживин, классицистический, драматический жанр, нередко действовали богатыри, волшебники, боги славянского пантеона, весьма напоминавшие излюбленных героев рыцарских романов, столь почитаемых Дон Кихотом. И писал их Гаврил Романович с необъяснимым упорством в течение многих лет, хотя из всех многочисленных этих произведений было поставлено на сцене при его жизни только одно – понятие чести для Державина, как и для Дон Кихота, было наполнено необычайной важностью. Помня о своем давнем знакомстве с великим князем Павлом Петровичем Гаврила Романович считал это своего рода присягой на верность и не нарушал ее, не участвуя в тайных интригах против государя. И даже во время правления Екатерина II не боялся демонстрировать опасную для карьеру лояльность к Гатчинскому двору. Также после трагической смерти Павла I не боялся воспевать предыдущего монарха в эпоху нового правителя, что считалось в придворных кругах вопиющей бестактностью. Для Державина долгие годы нелицеприятная искренность, честность от слова честь оставалась одной из центральных стратегий творческого поведения при общении с сильным и мира сего, о чем он писал в стихотворении Вельможа, обличая царского любимца откровенно грабящего страну. Змеей пред троном не сгибаться, стоять и правду говорить, или в стихотворении памятник в сердечной простоте беседовать о Боге, истину царям с улыбкой говорить. Непредсказуемость Дон Кихота пугала окружающих. Неукротимым нравом обладал и Державин, который был способен произнести дерзкий пассаж в самом знатном окружении. Его буйная неуступчивость в роли теневого генерал-прокурора дала повод императрице назвать его следователем жестокосердным. Интересную перекличку можно усмотреть в творческих позициях Державина и Сервантеса, о котором современные исследователи пишут. Школа Сервантеса сделать юмор посредством поэтизации жизни. О юморе много размышлял Гаврила Романович, не просто сделавший его темой отдельного стихотворения 1780 года на модное остроумие, но обличавшего псевдоостроумие, оборачивающиеся откровенным цинизмом, опасным для дела и страны, и весьма популярным и в наше время. Смеяться дуракам и им же потакать, для острого словца шутить и над законом, не уважать отцом, не матерью, не троном, и словом лишь умом в поверхности блистать, в познании одни цветы только срывать. Вот остроумием, что часто мы считаем. У Дон Кихота в какой-то мере психология ребенка, считают петербургские исследователи. Это детское, наивное начало, дорого нам сегодня и в лучших стихах Державина. По собственному признанию его, смел я правду брякнуть слух. Но то, что современникам казалось безумием, капризом или прихотью, для поэта было нравственной позицией, весьма близкой герою Сервантеса. Державин стал знаковой фигурой и для русской культуры XX века. К его творчеству обращались такие яркие писатели разных поколений, как Владислав Ходосевич, Петр Поломарчук, Арсений Замасьянов, о его вполне Дон-Кихотских заповедей, о его вполне Дон-Кихотских заповедей, касающиеся государственных служащих. И сегодня хорошо бы повесить на стенах всех без исключения отечественных министерств. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ